Всем привет, с вами Рома и сегодня я зайду на аккаунт самого богатого игрока на третьем сервере Барвихи. Я думаю вам понравится такое видео, ведь на этом аккаунте очень-очень топовые бизнесы и куча-куча разных аксов и дохренища денег. Я думаю очень интересно вам будет, что находится на этом аккаунте, так что сразу прожимайте лайкусик, если вам понравится это видео обязательно подписывайтесь на канал, не забывайте также включать уведомления и в общем-то пишите побольше креативных комментариев. Кстати вот победитель с прошлого видео, он написал самый классный комментарий по моему мнению. А если ты хочешь поиграть вместе со мной, то скачивай по ссылочке в описании Барвиху и заходи на пятый сервер поиграть. А при регистрации вводи мой ник Роман Виндета и мой промокод хэштег Виндета и получи кучу классных призов для хорошего старта на сервере. Ну что, я уже нахожусь на аккаунте. Кстати, все действия совершены с помощью администрации, так что не советую что-то писать, что это какой-то фейковый аккаунт или так далее. Спасибо Флинке Тошиба, что предоставил этот аккаунт. Но помните, что аккаунты нельзя передавать своим друзьям, за это вы будете забанены. Опять же, все сделано при помощи администрации и поэтому в принципе мне и можно заходить на этот аккаунт. И давайте первым делом посмотрим, сколько же на нем денег. И они до сих пор текут. Вот 50 миллионов и давайте попробуем дождаться, пока, собственно, перестанут течь эти деньги и уже вы узнаете, сколько их всего. Так, 60 миллионов. Дальше уже почти 65 миллионов. Так, дальше 70 почти. Почти 75. Да сколько это может продолжаться? Как я люблю краши. Итак, я перезашел и давайте все-таки мы с вами посмотрим, сколько денег на этом аккаунте. Я думаю, вам неинтересно ждать, пока все эти деньги просчитаются в счетчике, поэтому я их вам прямо сейчас покажу. И наличными деньгами на этом аккаунте 244 миллиона. И это просто жесть. На эти деньги вы можете купить все, что угодно на этом сервере. Ну, кроме, конечно, самых-самых лучших топовых безах. Кстати, о безах. У этого человека есть своя шиномонтажка и управление также автосалоном в городе Мурино. И это просто жесть. Также у него элитный номер телефона. Все однерки, естественно. Вот. И есть даже какой-то дом. Вообще, у него, собственно, на этом сервере топ-1 Фома. Вот она, Dark Forest. И, в принципе, сейчас я на аккаунте лидера. Вот. Я могу делать все, что хочу. Так. 5 тысяч человек практически в семье. Вы можете себе просто представить. Офигеть. Вот. И вот такая у нас статистика здесь. Собственно, по-прежнему у нас деньги прибавляются, в общем-то. У меня есть маленькая идейка. Давайте попробуем разыграть всех, кто находится в семье в линке Тошиба. В принципе, давайте попробуем. Так. В общем-то, давайте мы с вами напишем такую команду. Точнее, напишем в чат. В чат. Так. Пишем F. Нет. Через K напишем. Короче. Напишу, что, собственно, ребята, я вынужден, вынужден вам сказать, что я решил продать семью. Так. Смотрите, я написал это. И давайте посмотрим на реакцию. Смотрите, уже Артем пишет. Нет. Чего? Кому? Зачем? Серьезно. Офигеть. Вот это реакция. Пацаны, это просто жесть. Это просто жесть. Только не это. 70к заберу. За сколько? Почему F. Линг, брат? Не продавай, хэштег не продавай. Флинки, прости меня, пожалуйста. Сейчас, ребят. Короче. Короче, все. Давайте напишем. Нет. 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 Не продавай. Ладно. Шутка. Ладно. Шутка. Это просто жесть. Это просто жесть. Фух. Фух. Там даже маты были. Просто жесть. Капец. Меня, наверное, Флинки убьет после этого видео. Ну да ладно. Так. Отлично. Это мы сделали. Ебать напугал, чел говорит. Вообще жесть творится. Это очень запаниковали. Но, в принципе, конечно же, никто Фому продавать не будет. Я так просто пранканусь. Давайте заходим в инвентарь. И давайте посмотрим. Даже у нас есть панамка Луи Витон. Дальше у нас наушнички. Тут банданка есть. Очки плотные на нем. И сумка Луи Витон также. Тут вообще все слоты забиты. Всякими аксами. Маска медведя. Шапка-ушанка. Гитара. Банан. Джилет. Все. Короче. У него есть, походу, вообще все аксы. Тут есть даже рюкзак олененок. Но, в принципе, не самый такой клевый. Аксессуар. Но, все же. Мне кажется, он может себе позволить любой аксессуар. На эти, собственно, деньги. Ребятки ко мне подходят. Думают, что я Флинки. Чтобы я их повысил и так далее. Иные дела, в принципе. Вот. Ребятки. Давайте теперь мы с вами посмотрим на тачки, которые есть. Лично у, собственно, Флинки. Это Бугатти Чирон с номерами всех нулев. Просто потом у него Тойота Чейсер и Ламборгини Хуракан. Давайте попробуем загрузить тачку. Так. Карс. И отметим ее на GPS. Так. Подождите. Карс. Бугатти. И отметить на GPS. Так. Она получается, походу, в личном подземном паркинге. И вот она. Вот та самая Бугатти. И, в принципе, вообще годно. Давайте мы с вами еще тачки загрузим. Походу, они также здесь стоят где-то. Так. Где они? А вот Тойота, походу, где-то там вдалеке, да, стоит. И давайте третью Ламборгини Хуракан мы также с вами, собственно, загрузим. Так. Вот это Тойота, походу, да? Да, это она. А, нет. Это Мерс какой-то. В общем, не суть, ребят. Сейчас давайте мы с вами посмотрим, что тут есть еще. В самом автопарке этой семьи также дофига тачек. Кстати, я делал обзор отдельный на эту семью. Если хотите, можете посмотреть по подсказочке сверху. Вот. Тут у нас есть Cadillac, Ford Mustang, BMW M2, M6, снегоход. Кстати, тут из-за снегохода был бак и слетал полностью автопарк. Я общался с лидером, так что он мне даже советовал свою семью не закидывать, собственно, снегоход. Давайте прокатимся на Bugatti. Интересно, она застейдженная. Да, ребят, я не клинки, отстаньте. Просто жесть. Мажорная Bugatti, базара вообще ноль. Так, Repair Kit. Давайте попробуем тачку починить, потому что я ее разбил, даже с рублевки не выехал. Так, давайте сейчас еще с вами что-нибудь интересное посмотрим. Посмотрим. Охренеть. Прости, пожалуйста, чувак. Так, надеюсь, ремки тут есть на аккаунте. Да, отлично. Но это просто лютая Bugatti. Кстати, сейчас я направляюсь к шиномонтажке. Хочу вам показать. И, кстати, давайте чекнем финночку ее. Ну, в принципе, все знают и так, какая там финка. Но все же, это все равно очень интересный бизнес. Я думаю, многие хотят им владеть. Да, даже не многие, а все. Потому что это лучший сервер, ой, это лучший бизнес на данный момент. И, в принципе, тут даже спорить не стоит. Так, вот. И, также, собственно, потом с вами посмотрим автосалон. Потому что там тоже прибыль лютая. Пока не помню, какая. С вами попозже посмотрим. Я уже в который раз чиню Bugatti. Но эта тачка точно, к ней нужно долго привыкать. Потому что она просто бешеная. Очень-очень быстро. Итак, я, наконец-таки, подъехал к шиномонтажке. Кстати, два бизнеса тут находятся рядом. Заходим в B-панель. И, смотрите, тут у нас, что у нас с управлением шиномонтажной. Кстати, что-то очень мало продуктов может заказать. А то вдруг слетит, блин. Давайте закажем продуктов. Офигеть, а вдруг бы шинка слетела? Было бы просто жесть. Вот. Смотрите, сколько тут денег. И давайте вообще посмотрим информацию. Прибыль бизнеса полтора миллиона рублей в день. Это самый жесткий бизнес. Вообще, просто жесть. Вы представьте себе, полтора миллиона рублей в день, ничего не делая. Только заказывая продукты. Вот. Тут уже миллион на счету, в принципе. Замечательно. Давайте мы с вами теперь сделаем вот так BUSINESS. И выберем управление автосалоном. Он находится там. И давайте тоже тут чекнем информацию. Тут что-то тоже продуктов маловато. В принципе, прибыль бизнеса миллион двести в день. Это тоже жестко. Кстати, давайте тоже закажем продукты. Чтобы на всякий случай ничего не слетело. Вот. Закажем немножечко продуктов. Вон там находится второй бизнес. И я, к сожалению, на своих двоих сюда добирался. Потому что Bugatti все время разбивалась. И очень-очень сложно управлять. Она, наверное, еще и затюненная. И давайте сейчас подбежим к этому самому автосалону. Ну, вы, в принципе, его и так все видели. Но все же покажу вам, что это действительно автосалон Флинки. И вот такой у нас аккаунт. Это просто самый жирный аккаунт, наверное, на котором я когда-либо был. Просто жесть. Спасибо еще раз, что дал Флинки мне на этом аккаунте немножечко поиграть. Так. Вот этот автосалон. В принципе, все вы его прекрасно знаете. Вот. Б-панель. Управление. В принципе. Вот. И тут можно снять деньги, допустим, с банка. Которые остались. 985 тысяч. Так. 985 тысяч. Снимаем. Вот. И еще плюс 1кк. Ну, и там можно, в принципе, Финку снять. Вот такой вот интересный аккаунт. В принципе, я думаю, мы с вами вполне все посмотрели. Я думаю, нет смысла показывать еще что-то. Потому что, в принципе, мы подробно поговорили практически обо всем. Скин тут вообще какой-то женский. Я не знаю, как это сделал он. Возможно, у него просто изначально был женский пол, а возможно и нет. Не знаю. Не знаю. В принципе, всякое возможно. На этом мы завершим эту серию. В принципе, даже не серию, можно сказать. А такой выпуск про самого богатого игрока. Как я зашел на его аккаунт. Я думаю, вам понравилось. Если это так, подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайкусики. Не забывайте прожимать колокольчики. Ну, и пишите побольше креативных и смешных комментариев. Ну, а я с вами не прощаюсь. Увидимся в других видео в конечной заставке.